Генеральный партнер программы новости – торгово-развлекательный центр «Алиса». Всегда удачный шоппинг в центре города. Партнер программы новости – клуб танцевального спорта «Луна Парк». Эфир канал РНТВ продолжает новости Анапа-региону. В студии Ирина Меркуриева. Здравствуйте. Смотрите сегодня выпуски. Почему люди не летают, как птицы? Такое умение пригодилось бы пешеходам на улице Парковой. 8 сентября в Анапе пройдут дополнительные выборы депутата Совета муниципального образования по Супсехскому сельскому одномандатному избирательному округу номер 26. Об этих и других событиях расскажем прямо сейчас. Сотни нарушений за один день на улице Парковой нарушают правила перехода через дорогу и дети, и взрослые. Выбора нет. И тротуару после строительства многоэтажки тоже нет. Застройщик дома на улице Парковой 31 захватил забором муниципальную землю, лишив возможности ходить по тротуару. Подробности в сюжете. Из интернет-сообщения Дмитрий продает двухкомнатную квартиру в Анапе в доме номер 31 на улице Парковой. За 33 метра жилой площади хозяин просит более 4 миллионов. Из дальнейшего описания жилья закрытый двор, тихий район, качественный дом и вся инфраструктура. Не дом – мечта. Для тех, кто не был в этом районе. Нигде не указано «тихий район» и инфраструктура – миф. Жильцы дома из подъездов выходят прямо на проезжую часть, а в тихом дворе не умолкают моторы автомобилей. Вот вы идете по проезжей части. Почему? Потому что тротуара нет. Вопросов больше никаких не может. Нет тротуара. Стоят машины, невозможно пройти. А мне нужно вот туда. О тротуаре люди мечтают и продолжают ходить по проезжей части, балансируя между авто, страхом и риском. Я считаю, что это, конечно, опасно. Дети ходят. Тротуара нет, машины мешают. И выйти на тротуар дальше можно только по проезжей части. Взрослые теряются и с опаской идут по проезжей части. Что говорить о детях, идущих в школу номер 4. Территория перед домом огорожена. Захваченный участок муниципальной земли, там, где раньше был тротуар, занят под благоустройство. Ни скамеек, ни зеленых насаждений нет. Благоустройство территории так и не случилось. Дом сдали в эксплуатацию в 2005 году по стандартной в Анапе схеме через суд. Учли интересы застройщика и будущих хозяев квартир. Побыстрее вселиться в новое жилье. Через время оказалось. Поспешили. Но дело сделано. Дом построен. Деньги получены. На месте тротуара забор. Причем право собственности на забор признано судом. А вот земля, на которой он стоит, остается муниципальной. Зачем забрали тротуар? Ответа нет. Несколько лет. Скоро будет. Администрация города подает иск в суд, чтобы вернуть тротуар детям, идущим в школу, и просто пешеходам. Для безопасности. Наталья Пухальская, Александр Кореневский, Анапа. Регион. В воскресенье 8 сентября в Анапе пройдут дополнительные выборы депутата Совета муниципального образования по субсехскому сельскому одномандатному избирательному округу номер 26. Под председательством главы города Сергея Сергеева прошел Совет безопасности, где обсудили меры по обеспечению законности, правопорядка и готовности учреждений, предприятий и служб города к выборам. О том, как обеспечена готовность к воскресным выборам, доложила председатель территориальной избирательной комиссии Анапска Татьяна Завизион. Дополнительные выборы депутата Совета муниципального образования по субсехскому сельскому одномандатному избирательному округу номер 26 состоятся в единый день голосования 8 сентября на избирательных участках номер 0258-0259. Общая численность избирателей 4907 человек. Оба участка расположены в средней школе номер 11 по адресу село Субсех, переулок Парковый, 20. В ходе избирательной кампании зарегистрировано 5 кандидатов в депутаты Совета, выдвинутых отделениями партии. Жалоб, заявления и сообщения о нарушениях избирательного законодательства в ТИК не поступало. Меня очень беспокоит предвыборный и выборный день, 7 и 8 сентября. Почему? Потому что вот это спокойствие внешнее, оно может быть обманчиво. И я всех хочу настроить вас на рабочий лад и еще раз за те оставшиеся 5-6 дней, которые остались до самого дня голосования, провести очень серьезную работу. При проведении голосования на выборах будут использовать технические средства подсчета голосов, комплексы обработки избирательных бюллетеней. Поэтому для дополнительного электроснабжения указанных объектов используют автономные электрогенераторы. Мэр Анапы Сергей Сергеев поручил своему заместителю Алексею Харитонову взять этот вопрос на особый контроль. Председатель ТИК Татьяна Завизион сообщила, ответственные службы проверили готовность избирательных участков. Выявленные нарушения устранены, оба участка полностью готовы к выборам. Комиссии проинструктированы, экзепол проинструктирован, что не ближе 50 метров, как проводить опрос, поэтому мы в этом плане подготовились. Все службы, задействованные в выборах 8 сентября, будут дежурить круглосуточно. Полиция приблизит маршруты патрулирования к избирательным участкам и усилит наряды. Жителям субсеха необходимо быть бдительными, обращать внимание на бесхозные предметы и в случае их обнаружения звонить 02. А при возникновении чрезвычайных ситуаций можно набирать сотово-единый номер экстренных служб 112. Подводя итоги совбеза, заммэра Олег Остенко доложил Сергею Сергееву. Во время выбора 8 сентября в школе номер 11 для двух избирательных участков будут работать творческие коллективы курорта, а предприятия торговли и общепита обеспечат широкий ассортимент продукции по самым демократичным ценам. Алина Гумерова, Алексей Мухортов, Анапа, Регион. К другим темам. Награждение анапчан и трудовых коллективов медалью за выдающийся вклад в развитие города. Утверждение изменения программ социально-экономической сферы. На очередной 53-й сессии городского совета депутаты решили 21 вопрос. Подробности работы депутатов в сюжете. За открытие 53-й сессии депутаты проголосовали единогласно и единогласно приняли повестку дня. Секретарем избрали председателя совета молодых депутатов Светлану Хижняк. На сессию прибыло 19 депутатов. В уровне для работы имеется. Какие будут предложения по началу работы сессии? Начать. Кто за то, чтобы сессию объявить открытой, прошу голосовать. Прошу опустить. Кто против? Нет. Кто одержался? Нет. Первый вопрос на обсуждение награждения медалью за выдающийся вклад в развитие города Куртана по заслуженному работнику здравоохранения Кубани Галины Лемешенко. Активный участник многих российских и зарубежных семинаров, конференций, цимпозий. Постоянно принимает участие в научно-практической работе. Большое внимание уделяет внедрению новых методов экспертной диагностики и лечения терапии. Принимает личное участие в разработке и совершенствовании лечебных программ здравоохранения пациентов, приезжающих в санитарно-курортных комплексах в соседах уголков России и зарубежных. Грамотный врач, опытный наставник, воспитавший не одно поколение молодых врачей. Галина Владимировна постоянно стремится к повышению своего опыта, рыбодолюбивая, имеет творческий подход к делу, требовательных к себе и коллегам в работе. Присвоено ей почетное звание, заслуженный работник здравоохранения Кубани и награждена орденом Гиппократа. Заместитель мэра Анапы Олег Костенко представил шесть кандидатур анавчан на награждение медалями и два трудовых коллектива. За награждение проголосовали 19 депутатов. Среди кандидатов директор КСМ Первомайский Виктор Мазанко, главный врач лечебно-диагностического центра «Делуч» Валерий Медведев отметили работу инженера Виктора Пыжова сотрудниками центра «Делуч». Он внес плату в развитие санатория «Делуч». Какое отношение к развитию города? И он как один из членов, который работает с 1987 года, занимается развитием «Делуча», кроме того, он входит в казачьи общества, занимается общественной большой деятельностью, дежурит где только может и бывает, и участвует во всех конференциях, вносит. Мы даем простым учителям, простым нянчикам, которые вносят в развитие города, не только руководителям. Поэтому считаю, в честь 90-летия, в которой не каждый может похвастаться наше предприятие, из 540 сотрудников, которых у меня есть, я попросила, чтобы меньше 1% присвоили. И это самые люди, которых работали 30 лет. Развитие «Делуча» – это развитие всего города. Надежда Стрыгина и Вероника Рябенкова более 30 лет работают, не изменяя профессии и предприятию. Отметили трудовые коллективы центра «Делуч» и школы номер 5 за вклад в развитие города. И в связи с юбилеями предприятий и школы номер 5 в этом году исполнилось 70 лет. Ее основали в 43-м году прошлого века, а в 59-м году был первый выпуск. Аттестаты получили 25 человек. Лечебно-диагностическому центру «Делуч» в этом году 90 лет. Это крупнейший комплекс на побережье. За награждение проголосовали все участники сессии. Председатель Совета депутатов Леонид Кочетов вынес на обсуждение вопрос об изменении программы по выполнению наказов избирателей. Изменения депутаты приняли единогласно. На сессии утвердили программу социально-экономического развития города до 2017 года и положительно решили вопрос об установлении мемориальной доски, посвященной памяти героя Советского Союза Ивана Ладудько. С вопросом о дополнительной материальной поддержке педагогов выступила исполняющая обязанности начальника управления образования Нина Филофеева. С 1 сентября в Анапе средняя зарплата учителей школ составит 27 тысяч рублей. Воспитателей в дошкольных учреждениях – до 20 тысяч. По этим показателям Анапа входит в десятку лидеров Кубани. Единогласное «за» на 53-й сессии депутаты отдали за изменения в бюджете на 2014-2015 годы. Изменения составляют 86 миллионов 646 тысяч рублей. Из них за счет средств строевого бюджета 39,6 миллионов рублей и за счет местного бюджета 48,5 миллионов. Значит, вот те 47 миллионов, то есть 39,6 миллионов, которые поступили из строевого бюджета, это, я назову самые крупные цифры, это значит, у нас идет на строительство газопровода высокого давления РП-3 по Уташу, 4 миллиона 800 тысяч рублей, причем денег там наших нету, это федеральные деньги и краевые деньги. Заместитель мэра Анапы Алексей Харитонов выступил с предложением о приватизации служебной квартиры. Семью из пяти человек переселили в Анапу. Их жилье на Уташе было признано аварийным. Еще один вопрос на рассмотрение утверждения правил содержания и благоустройства города. Депутаты проголосовали за положительные изменения и развитие курорта во всех сферах. Наталья Пухальская, Алексей Мухортов, Анапа. Регион. Информация от Анапского техникума торговли и обслуживания. Идет прием в группы обучения по специальностям. Технология продукции общественного питания, техник-технолог, повар, руководитель предприятия общественного питания. Начало занятий 1 октября по мере комплектования группы. Дополнительная информация по телефону 8 918 178 35 12 и по адресу Станица Анапская, улица Ереванская, 35. На сегодня это все новости. В завершении выпуска прогноз погоды на завтра. Прогноз выходит при поддержке наших партнеров. Салон магазина изделий из камней самоцветов Тайной Медной Горы и салон магазина подарков «Важная персона». Наш мир наполнен неизвестными и неразгаданными тайнами, которые манят как магнит. Особенно много тайн хранят в себе благородные камни. Магазин Тайной Медной Горы приглашает приоткрыть этот секрет. Большой выбор изделий из натуральных камней, украшений из серебра, авторские изделия. Салон магазин Тайной Медной Горы подарит вам ощущение волшебства, таинственности и чарующей сказки. Приглашаем вас по адресу улица Крымская, 114. Когда простых слов уже недостаточно, они скажут все за вас. Эксклюзивные подарки для дорогих людей. Салон «Важная персона». Важно, что ты есть. Анапа, улица Ленина, 15. Важная персона, важно, что ты есть. В пятницу, 6 сентября в Анапе малооблачно, днем без осадков, ночью возможен дождь. Температура воздуха днем плюс 18-20 градусов, ночью до плюс 17. Ветер северо-западный, 6 метров в секунду. Атмосферное давление в пределах нормы, 755 миллиметров ртутного столба. Температура морской воды плюс 21 градус. У каждого из нас свои желания. Кто-то любит шоппинг. Кто-то не любит шоппинг. Кто-то любит играть. А кто-то любит себя. Торговый центр «Алиса». Исполняет ваши желания. Они стали легендой. Девятикратные чемпионы мира. Клуб танцевального спорта «Луна Парк». Стань одним из нас. Стань чемпионом. Стань. 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 Продолжение следует...